Микс Ньюс. Каждую пятницу на радио Болткома. После 9 утра. Личное утро. Наталья, вот может быть не личное, а интимное утро. Интимное, да. Интимное утро. Сегодня у нас в студии сексолог Артур Шульц. Здравствуйте, Артур. Доброе утро. Мы в первой части говорили про 8 марта и что значит этот день для наших слушателей. И вот в начале вроде бы все так было очень традиционно. Высказывались в основном люди, что это день весны, праздник женщин. А под конец программы, я не знаю уж чем мы тут сбили так настроение. В общем вариант такой победил. Ничего. Что для вас 8 марта? Ничего. Ответили 57% слушателей радио Болтком. Да. Были другие варианты. Вот праздник весны женщин 35%. Наследие СССР 5%. И день борьбы женщин за свои права 3% считает. Ничего. Я в шоке. А вы? Ну, мне такой вообще праздник, который по одному признаку, половому признаку, как-то вызывает такое двойственное, даже многостороннее ощущение, мысли. Почему женщину должны поздравлять цветами только один раз в году? Мне как мужчину это вызывает протест. А где это сказано, что только один? Поздравляете каждый день? Ну да. Потому что это как праздник, только когда иногда мужчины вспоминают о женщине только на 8 марта. Ну, это очень так прискорбно. Потому что цветы и все признание должно быть регулярным в наших отношениях. Ну, хорошо. Они регулярные. Допустим, я уже приводила пример. Есть там день бухгалтера, день учителя, день матери. Это тоже один день, допустим. Но это не значит, что в другие дни там он ни тот, ни другой, ни третий. Что по женскому празднику? Это, конечно, политическая такая. В начале, когда этот праздник был... Вы за красное время, да? Вы к нему так относитесь? Нет. Я думаю, что это гораздо раньше было права. Это права контрацепции, права регулировать свою рождаемость. Это не только Клара Цеткин и Колонтай. Это предыстория борьбы женщины за равноправие. Она же раньше это была. То, что это результировалось в один день, это закономерность. Я думаю, что больше это, как бы сказать, день, в котором женщины должны встать и спросить, почему, например, зарплата у женщин в некоторых случаях за одну и ту же работу может быть в два раза меньше. И это в демократическом и равноправном государстве. И это не придумано там феминистками кому-то. Это история моих клиентов. Вот, клиентов. Мы еще в первой части нашего утра, сегодняшнего, шесть стран, в которые входит страна наша Латвия. Семидная Небанка публиковала тут буквально позавчера, что мы, оказывается, самые равноправные Латвия. И вот рядом с Латвией стоит Бельгия, Франция, Дания, Швеция и Люксембург. Что у нас достигнуто полное равноправие полов. По крайней мере, с точки зрения законодательства. Это только в законодательстве, но, как мы знаем, законодательство одно, а практика немножко другое. Расскажите нам про эту интимную... Я думаю, что перекос идет как и в одну сторону, как и в женскую сторону в некоторых вопросах, и как и перекос в мужскую сторону. Мужчинам это по зарплате. Мужчина получает за одну и ту же работу гораздо больше, чем женщина. Даже два раза. Это реальный человек, который занимается финансами, он же знает, сколько кто получает. И они говорят, почему так? Потому что нет ни квалификации другой, ни ответственности. А просто то, что эту работу делает женщина, ей меньше можно платить, а мужчине больше. Это все-таки не очень-то честно. Другая сторона медали. То, что когда при разводе все-таки ребенок остается у женщины, у матери. Это тоже вопрос, когда встает вопрос о равноправии. Это остается у ребенка, у матери. Иногда папа все-таки лучше, чем может этого ребенка воспитать и обеспечить, и все это делать. А, имеете в виду, что суд может отдать матери, да? Да, чаще всего. Чаще всего. Это все-таки тоже вопрос, который очень чувствительный и требует решения в практике. Смотреть, как мы это равноправие ведем в нашу повседневную жизнь. Но, может, мужчина не любит детей так, как материнская любовь? Мужчина все-таки, отцовская любовь такая же, как женская любовь к своему ребенку. Я думаю, что все-таки надо, если думаем о равноправии полов, в этот день, надо думать обе стороны, чтобы получили эту работу. Ну, хорошо, но с точки зрения Всемирного банка мы выглядим такими благополучными. А с точки зрения, допустим, тех же ваших клиентов, женщина, кто она здесь в Латвии? Как она выглядит? Женщина выглядит все-таки более ущемленной и в эмоциональном плане, потому что мужчины в каких-то признаниях, в своих вкусах, если они не получили посвящения через культуру, через общение, и наша образовательная система, она не очень-то заботится о том, как ты будешь жить после того, как ты закончишь школу, как ты пойдешь на работу, как ты будешь общаться с другим полом. И если эти вопросы не решены в культурном плане, женщина, права женщины ущемляются тем, что она не получает те ощущения, те эмоции, которые ей нужны. Ну, получается, что женщины ущемляют женщин, ведь если мы говорим о том, что большая часть детей остается с мамами, то есть они их так воспитывают, соответственно, потом, да, и получается, что вот, пожалуйста. Конечно, да, это, ну, прискорбно, что так есть, но все-таки мы сами должны... Женщина выращивает ту модель отношения к себе, которая... У мальчиков, да? Да, у мальчиков, которую мы видим. К сожалению, да, но это, я думаю, что вопрос в том, что незакончены эмоционально незакончены те отношения, которые были плохими. Это у нас... У пары. У пары были. Если они незакончены, женщина тянет с собой всю жизнь ту обиду на мужчину и на мужчин вообще. Это переносится на любих мужчин, в том числе и на мужчину маленького, который ее сын, и в том числе и на свою дочь, если, ну, дочь. Переносится, что мужчины все плохие. Но был плохим одним. Один этот мужчина, который там что-то сделал не так. Если эти отношения, плохие отношения, незакончены эмоционально, физически, юридически, социально незакончены, люди не живут вместе, но они остались врагами. Как ты можешь остаться врагом со своим... с отцом своего ребенка? Какие там отношения тогда происходят с ребенком? Но, может, он ее бил, поэтому и... Да, но что-то было там и хорошее. Да, бил, но... Но не больно, да? Поэтому хорошее. Ну, почему? Есть эмоциональное давление. Что может быть хорошего в отношениях, где мужчина бил женщину? Да, ну, до этого же что-то было хорошее. Она же с ним общалась, не только на расстоянии, она же общалась интимно, а любили друг друга, вышли замуж, женились. Что-то же было хорошее. И это хорошее нужно как-то сохранить и с этим это тоже оценивать. И это плохое закончить, эмоциональное закончить. Артур, сколько вы лет сексологом? С 97-й год. И за это время... Это 20 лет, больше 20 лет. Но вы как раз вот... У вас получается, вы работаете с людьми, которые получили культуру, образование в советское время, да? Не только сейчас молодое, но новое поколение, они приходят со своими проблемами. Тоже не только. Люди разного возраста приходят. Может быть, человек, который не может подняться на второй этаж, он иду консультировать машину. А зачем? Ну, как и у него проблемы, потенции. В 80 лет он хочет общаться со своей женщиной, хочет получить консультацию, как это лучше делать. То есть, он физически не может к вам подняться, вы к нему спускаетесь? Да, но сексуальная жизнь продолжается, пока человек дышит. Это есть. Есть консультации для молодежи, это образовательного характера, который хочет начинать. Как может продолжаться сексуальная жизнь в 80 лет? Поживем, увидим. Нет, подожди, мне хочется узнать у специалиста. Если человек сохранил свое физическое здоровье, более-менее, он хоть чем-то занимается физически, двигается, он сексуально активный. Секс не только в районе таза. Это секс в нашем сознании. Он хочет получить положительных сексуальных слов, хочет получить прикосновения, объятия. Это все ничего не отменяется, это все нужно. Это большой дефицит для людей, которые потеряли по каким-то причинам, там, партнер умер. Да. А сознание, вот вы когда практику свою начинали, это было вот это советское сознание и связанное секс, есть, секс, нет. И сейчас это как-то имеет? Отвечается вообще? Ну, я помню, как моя первая сексологическая консультация была, когда я был в пятом классе. Я был начитанный, там, почитал книгу, там, по гинекологии, там, по этой... В каком году? Технически, да? Ну, ты технически знал, как рождаются дети, там, залы и тысячи книги были. Были перевод, там, с финского языка, по-моему, с немецкого. Ну, эти книги были дома. Ну, конечно, я прочел их. И я был более такими начитанными. И мне, ну, начинали мальчики спрашивать, как там девушки, что там они думают, что там... Ну, конечно, жена и были на уровне пятого класса, но все-таки это было. А откуда у вас такие книги были? Ну, родители, я нашел, посмотрел, что это есть. А родители кем были? Родители были, ну, колхозники, работники там, но они интересовались все-таки вопросами жизни. И опыт, ну, практически, ну, акушерство в сельском местности, там же рождаются... Сами? Эти, ну... Скоты. Скоты, животные, мне все это надо было помогать, все в этом участвовать. Все это видел. Вы принимали роды у животных? У коровы, да, конечно, там же надо помогать. Это вы отцу помогали или маме? Оба там все это делали, да. Животное, ну, оно как бы показывает, что там происходит, как это есть. Ну, это интересно, природу посмотреть, и ты понимаешь, да, у людей что-то то же самое. Культурное просвещение, наблюдая... Ну, что происходит после танцев в летнее время, там, ну, залюмбал на лигу, на... На лигу это что происходит, да. Что происходит, смотрим, а, да, вот так взрослые парни пошли там с девушками в лес, посмотрели, что они там делают. Что-то не видно в темноте, но все так ли понимаем, что там что-то есть интересное. Ну, такое, конечно, в советское время, как меняются отношения к женщине и мужчине, мужчины говорили, ну, о сексе. У меня там было 10 раз. Спрашиваю, а сколько... За какой период? Ну, за ночь. Может, за жизнь? Ну, как говорится, 16-17 лет, это возможно, конечно, это все органы там... Ну, натерты, и все, ну, это возможно, да, у мужчины возможно. Ну, так спрашиваем, а что было у женщины, что она получила? Как у меня было? Мужчины концентрировались больше на себя. А сейчас эта тенденция, ну, она пошла, ну, в результате просвещения, что мужчина думает о женщине. Есть разница. Есть разница, ну, в том отношении. Если раньше издевались, нашли бумажник у мужчины, в котором ее там права, ну, идентичность известна, и презервативы, пачка презервативов. На нем издевался весь этот колхоз, что он носит с собой презервативы. Сейчас это норма. То есть, в каждом, ну, можешь все это приобрести, это все есть. То есть, сельская местность и город, конечно, различаются в сексуальном плане. Например? Женщины, что они рассказывают, что если я пошла к врачу, сельскому врачу, то мне, и у меня какие-то там интимные вопросы, то мне лучше самой написать объявление, что я беременна, и поставить у магазина, что я сама тогда объявляю, что у меня беременность. А не то, что я пошла через деревню, и уже известно, что со мной там было, и что там есть. Все под лупой. Да, все это. Есть разница вся такая культурная, и, ну, это угнетает людей. Почему люди уезжают, но уезжают не только из-за того, что они это не могут заработать, а то, что есть такая, ну, ты не можешь чувствовать безопасность. В том интимном плане. Ты весь на виду, да? Все весь на виду, и это неприятно. Ты не можешь каких-то вещей делать, естественных, нормальных, человеческих, но получить при этом угнетение. Но это вы рассказываете еще про советские времена, или сейчас то же самое? Это несколько лет назад. Это все-таки не может девушка в сельской местности пойти купить контрацептивные таблеточки. Все будут знать, что у нее есть секс. И мама уже ей звонит, она не пришла еще домой, что с кем ты там пойдешь сейчас сексом заниматься? Вот это, ну, это личная интимная жизнь. Какая-то медицинская тайна. Это за боном карается. Это же нельзя это делать. Такие вещи распространять. Информацию про... Ну, все-таки. Сейчас по-другому, сейчас Тиндер. Если ты в Тиндере зарегистрировался, значит, ты в... Как это называется? На рыбалке. Ну, да. А вы консультации давали в сельской местности, вот как сексолог? Начинали, может быть? Люди приезжают. Ну, они же мне рассказывают, я оттуда-то, туда, что-то у меня со мной происходит, происходило то-то, то-то. Это, ну, эмпирически обобщенная информация, то, что где происходит, я тоже удивляюсь. Я же не знал, что, ну, такие вещи. Тиндер еще рассказывал. А пятый класс, ну, хорошо. Тогда немножко линейное ваше развитие до Седой Бороды. Вы в пятый класс этим всем интересовались, какие-то советы были, ну, с одноклассниками, да. А потом? Ну, потом самому уже надо, начинается сексуальная активность, сексуальная жизнь. И, конечно, сейчас все демократия, рыночная экономика, все так ли и сексуальной жизни как-то дает, ну, и дается как-то, ну, я думаю, свободнее. Презервативы, те же презервативы можно купить в любом, ну, там, точке, киоске. Супермаркет. Супермаркет. Никто не обращает внимания, я смотрю, как люди все спокойно это все делают, бутылку рубриканта купил, все, все это, это нормальная жизнь, все. В моей молодости, когда начиналась половая жизнь, все это было как-то как секретная операция. Да, купить презервативы, это же, я помню, я в Цессисе учился. Сигареты легче было купить. Да, наркотики легче купить, чем презерватив. Договорился с девушкой, ну, мне 15-16 лет было, договорился, что мы будем заниматься любовью. Ну, она говорит, ей 18 лет, но все-таки надо презервативы. Ну, надо в аптеку идти покупать. В Цессисе, вроде, два аптеки. Я посмотрю, одна там, ну, меньше людей куда-то ходит, но обстановку изучаю. Ну, как, ну, парень, куда там пойдешь спрашивать презервативы? Там очередь стоит, бабушки там свой валидол покупают. Все, и все фармацевты такие строгие женщины, такие стройные, все это. Посмотрел, тут одна есть такая, более такая, ну, благосклонная, думаю, ну, у ней мне надо пойти покупать. Но все время в этой аптеке эти женщины там, все покупают свои лекарства и крутятся, и крутятся негде. Ну, и тоже парень зашел в аптеку, заходит, выходит, заходит, выходит, такой подозрительный, какая-то действие со своей стороны. Я понимаю, что это как-то все, что у тебя, парень, надо? Ну, я думаю, что там витамин С, там, беру, там, покупаю, там, выхожу опять, захожу в аптеку. Ну, один раз так смотрю, вот, да, она одна у прилавка, там, под стеклом есть какие-то резиновые, там, эти предметы. Я говорю, мне, ну, пожалуйста, презервативы, показываю. Она говорит, молодой человек, у нас нет презервативов. Я говорю, а там, там есть что? Она говорит, нет, это не презервативы, это, ну, пальчики. На пальчике. На пальчике, да, резиновые. Я так думаю, она видит, наверное, что я школьник, что у нее там 15-16 лет, что детям не продает презервативы. Сердце. Такое, да. Нет, ну, а когда будет презерватив? Ну, через неделю привезут. А теперь мы с ушей вытекаем, хочется же так, ну, девушки договорились, будет секс вечером, если будет презервативы. Очень нету презервативов. Но ничего, терпимся, там, там, взласкаемся, все это делаем. Это так по-другому. Все, ну, через неделю опять эту процедуру проделываю. Наконец, у меня есть пачка презервативов, 10, там, презервативов, вот такие, принес дома, никогда этого такого не видел. Открываю, там, ну, как резиновые перчатки сейчас такой толщины, никакой смазки, никакого любриканта там нет, там, все это сухое. Но сейчас другой вопрос. А как им пользоваться? Как пользоваться? Нигде же это не написано. Все эти книги прочитал, нигде этого не написано. Как надевать презерватив? Ну, надо спрашивать кому-то. Учителю нельзя спрашивать. Те сразу в школу вводят родителям. Отцу спрашивать, точнее, вот, мать сразу будет вопроса, с кем ты, почему, да как ты, да тебе это рано, все. Ну, это же нельзя. Невозможно. Невозможно, некому спросить. Ну, эти, ну, как, рядом, которые, ладно, школьники. Ну, те же самые такие же дураки, какие. Я не знаю. Ну, надо спрашивать у парней, которые, ну, более взрослые, которые прошли армию. Ну, армия, как инициация мужчин. В советское время было. Ну, не очень хорошая эта система, но система инициации была. Ушел туда мальчиком, пришел мужчиной. Ну, так, во всяком случае считался. Ну, спросили? Конечно, спросил. Надо было бутылку купить. Купил бутылку, пошли, выпил эту бутылку, выпили вместе. Ну, какой-то половой воспитатель, напившийся. Ну, говорит, давай ты тогда одевай, и все, и тогда все это начинается. Ну, тоже никто не... Объяснил, да? Ну, ничего я объяснил, неизвестно. Ну, потом с девушкой как-то мы... Как-то сообразили. Да, но мне был вопрос, почему одевать презерватив, когда перед половым актом, или уже надо на свидание идти с ним надеть. Ну, как, ну, парень 15-16 лет, еще не знаешь, негде это узнать. Сейчас это, ну, все-таки... Ну, интернет залез, посмотри, а если уж никто не знает. Да, если кто не знает, все, может, может, это все... Артур, мы сейчас прервемся ненадолго, у нас новости, да. Сексолог Артур Шульц у нас в студии, если есть вопросы, звоните нам в 672-12-939, 672-13-939, или пишите в WhatsApp 230-6191. У нас в гостях сегодня врач-сексолог Артур Шульц. В честь 8 марта такая тема у нас, такая личная, интимная, и, ну, естественно, о личной жизни самого Артура Шульца тоже мы будем задавать вопросы. Ну, имеется в виду, вот, например, вы сами из Цессиса, как мы поняли, и, значит, вы закончили Рижский медицинский институт в 90-м году, да? И получается так, что вот эти 90-е с их такой романтикой, да, так сомнительной, может быть, даже когда-то, пришлись как раз на ваше становление как врача. Вот вы сразу занялись сексологией, или был какой-то путь до этого? Расскажите. Ну, с 95-го года по 2000-шней я работал в Центре криминологических исследований, ну, при Министерстве юстиции Латвии. И чем занимался Центр криминологических исследований? Это были разносторонние исследования по предотвращению преступности и девиантного поведения. То есть безопасность женщин, безопасность детей, инициативы, ну, как законодательство, подготовить законопроекты по детской безопасности, закон защиты ребенка, уменьшение проституции, уменьшение, ну, разных таких, тогда еще была обязательно военная служба, военные эти, ну, неуставные с вами отношения. И все эти исследования, они были не только юридические, они включили и медицинскую, и социальную, и психологическую сторону. И все эти вопросы медицинского, психологического характера были мне. И что характерно было, что меня самого удивляло, той информацией, которую мы получали, переводились, ну, с английского, с русского языка, ну, разные исследования зарубежных коллег были, что тяжелые преступления, ну, свои истоки берут у неразрешенную сексуальность. Об этом было, ну, если глубинно исследовать преступность, как феномен общества, те тяжелые преступления против личности, там, тяжелые физические увечья, убийства. Изнасилования. Эти именно, которые как будто, ну, снаружи, они не связаны с сексуальностью, но в основе их лежат неразрешенные сексуальные вопросы. Потому что человек не может естественным путем, ну, проникнуть в другого человека, не может получить это сближение, и он тогда берут, там, нож или топор, стреляет, делает какие-то действия, ну, по отношению к этому человеку. Это когда уже следствие установило. Да, ну, следствие... Это исследование. Это исследование. Следствие, думаю, более берут поверхность, они ориентированы на изучение, там, ну, кто виноват, и, может, мотивы немножко, что-то, ну, более это... Вы изучали причины именно, почему так происходит. Да, ну, другие зарубежные, которые изучали, меня это удивляло, почему это так, и... Это всегда будет, да? Да, и, конечно, это удивляло то, что сексуальные преступления очень скрыты, латентно. То есть, один-два процента только сообщается правоохранительным органам изнасилования. То есть, если... Ну, то есть, сама жертва, да, вы имеете в виду? Да, жертва боится, она становится, ну, закрытой, и, конечно, они через несколько лет, через несколько десятков лет они приходят к людям, ну, моей профессии, к психотерапевтам, сексологам. Сексуальное насилие 50-летней давности. Это... Ну, человек хочет разрешить, он хочет, конечно, хоть свои 50-60 лет, он хочет жить нормальной сексуальной жизнью. И эти, ну, свои, ну, плохие опыты оставить... То есть, он с этим всю жизнь живет? Ну, это стереотипы, да, в обществе? Или что? Ну, человек боится об этом говорить, он думает, что он сам виноват. Это зараз и нельзя, наверное. Ну, это стереотипы же, если он сам виноват. Ну, он не виноват. Это виноват... Ну, естественно, я говорю в обществе так считаю, что да, жертва сама виновата. Жертва. Хотя есть, конечно, провоцирующие, ну, факторы со стороны и жертвы. Ну, да, вексимология. Это и может передать эту жертвенность, статус жертвы может передать и мама, и отец, что ты... По наследству. Ну, социальному наследству, не то, что генетически, социально, что это можно в обществе наблюдать. А каким образом это можно передать? Ну, например, деду в автобус. А в автобус переполненный. Заходит женщина с двумя детьми. Люди дают ей место. Да вы давайте, ну, садитесь с детьми. Нет, она будет стоять. Ну, хорошо. Ну, стоит. Ну, не хочется сидеть, не сидит. Но ребенок уже один, уже не может, ну, стоять. Он уже чуть ли не падает от того в обмороке. Он садится этой матери на ноги. Люди говорят, опять, давай, ну, садитесь, мы даем мне это место. Нет, 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 мы постоим. И так это тянется, я думаю, а что там, ну... Ну, мы же не можем этого человека насильно садить на место, чтобы... Ну, хорошо, если не хочешь сидеть, не сиди. Ну, ребенок, посидеть своих детей хотя бы одного. То есть это уже жертвенность, уже статус жертвы уже внутри. Даже вот на таких вещах это видно? Ну, как же? Ну, не могу не видеть. Ну, это оно есть. Это один, ну, как пример того, как это есть. Есть целые идеологии, которые, ну, людей строят, ну, чтобы быть жертвой, это классно. Это очень хорошо, если ты страдаешь. Это развивает твою душу. Мне хочется говорить... Раб и господин, да? Раб и господин. Ну, религия отчасти на этом построена, что через страдания. Религия отчасти на этом построена. Ну, а разве... Я перебью на секунду, простите. Разве так это полярно, что есть жертвы, есть агрессоры? Есть три единства. А, три. Три единства этой патологической системы. Есть жертва, есть насильник и есть спасатель. Ну, контролер или спасатель, разное его называют. И один человек в этой системе, он крутится. В одном моменте он стал жертвой. Он эту роль жертвы принял, чтобы мне быть жертвой, хорошо. Жертва контролирует ситуацию. Через некоторое время придумают, давай я сейчас отомщу кому-то. Вот сейчас я стану насильником и вам вот это сделает что-то больно. Вы, мне, мы сделали больно, я сделаю вам больно. И через какое-то время он придумает, а давай, может быть, я буду контролировать там своих детей патологически, не буду им там что-то позволять. Ну, естественно, нормальные вещи. Поступлю там, например, в работу в полицию, это же сейчас буду контролировать всех. Ну, конечно, полиция сейчас... В этом три единстве спасатель – самая странная фигура. Да, спасатель, контролер. Это может быть в семье контролер. Давай буду контролировать сексуальную жизнь. Чем это заканчивается? Анаргазмин. Чем не можешь получить оргазм за ней, женщина, он контролирует, чтобы ты получишь наслаждение сегодня или нет. То есть не по обоюдному желанию, нам интересно, вместе давай позаймемся любовью, все хорошо, давай я буду контролировать, манипулировать твоим наслаждением, не буду давать что-то, не буду там позволять, ну, такие вещи. И вот, давайте, как вы пришли? Да, и вот, ну, криминологический центр, вы там этим занимались? Конечно, эта информация давит, она идет на сознание, что что-то надо делать. Ну, конечно, мы читали там лекции, были, издавали бюллетени, там, книги. И менялись информации. Менялись, да, конечно, это все шло в министерство, в Сейм, в самоуправление. Ну, чтобы что-то люди делали. И это, конечно, были законодательные акты изданы, и стратегии какие-то государство реализовало. Все это, ну, как бы положительно шло. Но все это, для меня это казалось мало, и я хотел что-то делать. Я спрашивал, как это, ну, себя, и тогда, и был залит еще, был жив старый, и он приглашал читать лекции по сексологии, курсы сексологов были. Я говорю, давай, ну, ты это знаешь, ну, начни работать. И мне давняя мысль была, что сексология меня интересовала, и тогда, и так, и так все это началось. И сейчас у вас просто, ну, как частная консультация, частная практика, да? Я тогда еще как, ну, как это, Бри Пратыгас, это работал, был такой, ассоциация контрацептологии, распространяли информацию о, ну, современной контрацепции. Раньше, до 90-го года, ну, еще какое-то время, рождаемость, это как бы, регулировалось абортом. И больше, больше, большое количество было абортов, и это, конечно, ну, эмоциональной женщине сложно было. И когда пришла эта возможность контрацепции получить, мы эту информацию переводили, там, с разными источниками работали, и бюллетени издавали. То есть, а деятельность тоже, ну, как бы, давала знания о сексуальности с той стороны тоже. Не утомило вас это вот на уровне пояса и на уровне головы? Ну, конечно, интересно. Это же тайна. Это познать таинственно и довести людей, что они могут жить радостно. То есть, открыть эти ворота к самому себе человеку. Это же... Я не верю в это, если честно. Во что? Что это возможно, изменить человека взрослого с помощью нескольких консультаций. Ну, как он понимает, что может не только консультация. Я ему не говорю что-то, ты-то там такой, там... Я даю домашние задания. У меня есть домашние задания. Есть упражнения, что он на месте, ну, делаем какие-то... Есть про пара, приходят. Есть какие-то, ну, практические задания, которые ты должен... Ну, словесные слова высказать. И это начинает работать. Человек понимает, что он... Что поменять надо немножко. Там же что-то... Если есть любовь, или мы можем говорить, когда ищешь только удовлетворение? И то, и другое. Люди... Мы все очень удовлетворение. Нам это нужно. Это заложено в нашем, ну, генетическом уровне. Мы хотим какие-то вещи, да, что инстинкт продолжения рода. Но понимаем, что это приятно. И сексуальные и чувственные активности нас релаксируют. Это такое же желание, как еда и вода. И, конечно, это... Можно поменять человека. Работа, конечно, не одной консультации. Иногда есть очень немножко нужно сделать. Но вы говорите, вот у парня, у девушки, там, или у женщины, мужчины, или у женщины, мужчины за 50. Вот что-то чуть-чуть вы показали пальцами, можно чуть-чуть повернуть. При этом, если учитывать, что у них есть отношения, ну, духовные, да? Да. Ну, там, что называют, там, любовная связь, да. Именно чувственные. Иногда это... Что там, вот, разве любовь не открывает все двери? Прыгать там на малыш. Ну, он не умеет, любовь не научит его ехать на велосипеде. Любовь не научит его, что он может, как в танце, человека повернуть правильно. Он технически этого не знает. Он не может знать все эти нюансы, что нужно сделать. И понимает, что там можно поменять что-то. Ну, они не говорили слово. Они знают, они эти чувства, это отношение есть. Но они не говорили друг другу положительных слов. Не говорили комплименты. Двадцать лет живут вместе, дети уже в школе учатся, давно. Они не говорят комплименты. Говорят, ну, вы можете комплименты друг другу сказать и без моего присутствия, без того, что и платить деньги за то, что я присутствую при ваших комплиментах. Вы можете сами сделать это. Ну, чтобы это немножко нужно сделать. Положится поставить акценты, потому что у людей уже есть. Помощь разбираться в ситуации. Почему идет борьба, например. Это очень большая проблема в Латвии, я думаю. Я не знаю, может, и в других странах, в Италии. Ну, смотрю, что есть в разных источниках. Что не отделение взрослого поколения детей от своих родителей. И тогда идет перетягивание все время каната. С одной стороны, партнер, наружный партнер, девушка или мужчина. И с другой стороны, мама или папа. Ну, а если секс, это для времени, у вас там с 11 лет, походу, в аптеку. Пятнадцать, пятнадцать, пятнадцать. На 11 консультации давали. И до первых, вторых детей и все. Потом можно какими-то другими способами удовлетворить. Да, удовлетворить. Ну, конечно, секс не заканчивается только до рождения. Это тогда, если эта модель принята в оборот, это чем заканчивается? Это заканчивается, это можно увидеть в книге статистики. Я иногда читаю эту книгу, которая очень... Ну, раз в году управление статистикой издает книгу, что с нами, как с обществом происходит. И там есть интересные вещи, можно почитать. Средний срок годности современного брака... Срок годности? Ну, да. Двенадцать, тринадцать лет. Один год двенадцать лет, другой год тринадцать лет. А где посмотреть на упаковки? А потом все. И потом они... Это среднее. Они расходятся. А почему? Это же так же... Ну, зачем расходиться? Люди... Люди... Пятьдесят процентов браков заканчиваются разводом. И что это дает? Это как бы сухая статистика. Но это же эмоционально, за каждым этим строкой. Это же трагедия для детей, для всего. Это не значит, что всем надо... Ну, сейчас сильно будем сжимать их вместе. Нет. Но все-таки подумать, почему такое массовое явление есть. Почему такое? Почему триста тысячи людей уезжает? Это не только... Это снаружи для общества говорит, что это мы уезжаем, потому что нет возможности здесь работать. Здесь можно так же работать, бизнес строить, и все. И люди здесь возможности есть больше, чем иногда на старом западе. Удовлетворения мало? Нет. Там есть люди, их унижали, например, женщину. Ну, клиентка, которая работает в Германии десятки, десяток уже лет. И она приезжает и говорит, я бы переехал обратно сюда, но не хочется мне. Страшно мне. Боюсь, что муж, который меня там 15 лет назад волок у станции за волосы, никто не помогал мне, унижал все. Сейчас он муху не может убить, я боюсь, что он, когда приезжает к маме в Латвию, что он там около окон будет ходить. Так он ходить уже не может. Но человек остался в той роли жертвы, в том страхе, и он уезжает туда не потому, что здесь не может найти работу, потому что здесь страшно, и он унижен. Никто не пришел ему на помощь, никто не предложил, давай, ну, мы с этим вопросом можем поработать, немножко, несколько консультаций, и человек будет свободный от этого страшного опыта, что у него было. Сексуальную жизнь не только умер ребенок при родах или мертвое рождение, в жизни все бывает. Но эти опыты, они медицинские, конечно, медицина помогает, все закончено, все, что есть, сделано. А человек остался эмоциональный. Ну, пережилие насилие такое, да. А это вообще, это воздух, это ничего не значит, это как-то чувствуешь, никого не интересует. И это страшно. И тогда мы думаем, почему люди разводятся, почему они не живут здесь, почему они хотят уезжать, они хотят одним махом разрешить этот вопрос. Почему не отделяются взрослые люди от своей мамы, папы? Они могут, единственная возможность им отделиться, убежать, куда-то эмигрировать. Ну, убежать за океан, дальше тогда не можешь доплыть и захватить. Модель, конечно, не заканчивается, это иллюзия, но все-таки человек что-то делает. Так давайте посмотрим сверху на это все, глобально, да. Есть спасатель, есть насильник и есть жертва. То есть, люди, которые уезжают, у них нет какого-то здесь спасателя? Спасатель – это тоже патологическая роль. Если он начинает спасать всех. Контролировать. Да, он спасать, то есть, контролировать, то есть, быть сверху с кем-то. Тогда это не значит, что служба спасения там… Не, ну, понятно, конечно, это очень… В этой тройке это самый подозрительный тип. Много у нас таких людей, я имею в виду три единства, вот это жертва спасателя насильника. Много, потому что очень большая разница средней продолжительности жизни мужчин и женщин. Это причина, да? Я думаю, что одна из причин, да. Потому что если женщины о своих проблемах говорят, если в каждом, более, ну, в каждой местности есть женские клубы, женские организации, все, ну, женщины общаются, они друг с другом как-то, есть какая-то группа поддержки. То есть, мужчины или, ну, у стакана это все делают, это дегрюрируют, или они уходят в жизни. У мужчин гораздо больше самоубийств. А мы в одно из первых мест в Европе по самоубийствам. Десять лет дольше, меньше мужчин живут. И насильники, и жертвы. Да. Да, закончили, называется. Конечно, болезненный вопрос. Мне самого это сложно, но есть хорошая вещь, что сексуальность. То есть, если мы развиваем половое воспитание, сексуальное воспитание, люди увидят, что это радостно. Это должно быть легко. Да. Вот жить нужно легко. Вот почему нужно жить в какой-то борьбе и в сдержании. Да, и еще слушатель нам пишет, что надо переименовать слово «брак», потому что иначе это по определению «брак». Ну, да, что-то там есть. Что-то есть. Взроугодности. Спасибо. Просрочено уже. В гостях был сегодня сексолог Артур Шульц. Да, спасибо. 8 марта. Вот мы пригласили его в гости поговорить.